Будьте добры! Уважаемые коллеги, разрешите вам представить доклад на тему ретроградного вмешательства при опухоли Класскина. Опухоль Класскина – это редкая опухоль, которая встречается у одного человека на 100 тысяч и составляет всего лишь 3% от всех опухолей желудочно-кишечного тракта. На ранней стадии протекая бессимптомно, она зачастую диагностируется лишь при развитии симптомов механической желтухи и, соответственно, обусловливает небольшой процент возможности радикальных операций – всего лишь 30-40%. При отсутствии данных об отдаленных метастазах, сосудистой инвазии, при невысокой билирубинемии и отсутствии холонгита возможно сразу же выполнение радикальной операции. И во всех остальных требуется неотложная билиарная декомпрессия, которая может быть произведена либо как предоперационная подготовка, либо в качестве палеотивного дренирования. В нашей стране с этой целью традиционно используется антеградный метод. И лишь в последние годы более активно стал применяться эндоскопический. У него есть свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести возможность одноэтапного внутреннего желча отведения, а отсутствие наружных дренажей сводит на нет и риск диссеминации опухолевой, которая крайне важна при предоперационном дренировании, а также отсутствие желчьи и стечения, боли в точке доступа повышает качество жизни пациентов. Диагностическая ценность метода также достаточно велика. Более легкое получение, возможно, гистологического материала относится к преимуществам этого метода. Но есть и недостатки. Традиционно считается техническая сложность выполнения этого метода и высокий риск лангита. В связи с этим нашей целью исследования было изучить эффективность эндоскопического метода дренирования у пациентов со злокачественной максимальной билярной обструкцией. В целом было пролечено 120 пациентов, и 42 из них было с опухолю Клацкина. В своей работе мы опирались на международные рекомендации и консенсусы. Каждому пациенту в обязательном порядке, помимо стандартных методов обследования, выполнялась и компьютерная томография, и магнитно-резонансная, а также МРХПГ с 3D-реконструкцией. О важности этого метода, как для нас, для эндоскопистов, я еще остановлюсь в дальнейшем. Мы использовали стандартное эндоскопическое оборудование и инструментарий. Наши 42 пациента распределились следующим образом. Предоперационное дренирование выполнено 11 пациентам, и палеотивное – 31. 11 пациентов с предоперационным дренированием. Мы использовали пластиковые стенты и назобильярные дренажи, и старались их установить билатерально. И палеотивное дренирование выполнено у 31 пациента. На этапах освоения метода мы чаще использовали двухэтапное дренирование. Сначала назобильярное, а затем внутреннее. Однако в последнее время предпочитаем одноэтапное. И чаще всего используем металлические стенты, и чаще всего в билатеральной версии. И лишь у пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни менее 3 месяцев, согласно международным рекомендациям, мы устанавливаем пластиковые стенты. Это важный слайд, на мой взгляд. Я хотела бы остановить на нем свое внимание и подчеркнуть значимость метода МРХПГ для в целом определения тактики, а также очень важного для нас, эндоскопистов. Этот метод позволяет наряду с компьютерной томографией и магнитно-резонансной оценить не только распространенность опухоли, но и определить тот объем печени, который необходимо дренировать. Например, в клинический случай пациент с холангиокарциномой леводолевого протока, к сожалению, он был неоперабелен ввиду выраженной сопутствующей патологии. Однако, и была констатирована атрофия левой доли, то, что нас подвигло к решению вопроса о необходимости дренирования именно правой доли, правого переднего, правого заднего протоков. То есть наша задача была именно такая, провести струны и затем установить металлические стенты. Мы применяем бесконтрастную канюляцию протоков, то есть основываясь на данных 3D-реконструкции, струны проводятся без контраста в внутрепеченочные протоки, которые ставятся целью для нас для дренирования. После этого выполняется контрастирование, после этого устанавливаются стенты, и, соответственно, нет никогда протоков, которые бы были контрастированы, но не были дренированы. И таким образом получается эффект максимального дренирования функционирующей доли печени, правой в этом случае, и в то же время снижается риск холонгита, так как контраст не вводится туда, где мы не могли бы установить стенты, ну и где их не нужно устанавливать. У нас развились следующие осложнения, они представлены на слайде. Конкреатит в одном случае, легкой степени тяжести, купирован консервативными мероприятиями, не потребующие реанимационных. Миграция дренажа на забилиарного была в одном случае, установили после этого стент. И наибольшее количество осложнений было это инфекционные. Как известно, инфекционные осложнения наиболее эффективно предотвращаются адекватным дренированием. Пять пациентов у нас было с холонгитом. В двух случаях холонгит протекал бессимптомно, был диагностирован на радикальной операции, он не помешал ее выполнению. В двух случаях холонгит был легкой степени тяжести и был купирован консервативными мероприятиями. И в одном случае потребовал замены пластиковых стентов на металлические. Также к нам поступали пациенты с уже имеющимся холонгитом, чаще всего после неудачных попыток дренирования. И у этих трех пациентов нам удалось купировать холонгит путем установки металлических стентов. И в одном случае у пациента с внутрепеченочным холонгитогенным абсцессом потребовалось дополнительное антиградное дренирование, однако, к сожалению, этот пациент умер. В одном случае мы наблюдали развитие острого обтурционного холецистита, в котором этому пациенту была выполнена холецистектомизма протомного доступа, и пациент также умер. В целом у нас умерло 5 пациентов. Летальность составила 12%. Однако, хочу сказать, что это пациенты, которые поступали в скоропомощной стационар в больницу имени Юдина в крайне тяжелом состоянии, и им производилось дренирование как шаг отчаяния по витальным показаниям. Естественно, с палеотивной целью. Помимо двух вышеназванных пациентов, трое еще были с прогрессирующей печеночной недостаточностью, с которой нам не удалось справиться. Один – это поликистоз печени пациент был при этом, и в одном случае – это декомпенсация сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. У остальных пациентов отмечалось снижение билирубиномии, и они выписывались из стационара в состояние относительно удовлетворительном. Мы расценили это как клинический успех, который составил 88%. И заканчивая свое выступление, хотелось бы остановиться на международных консенсусах, которые в целом, конечно же, не регламентируют четко, какой из методов билиарной декомпрессии следует предпочесть при высоких блоках. Но вот один Азиапасифик консенсус все-таки градацию такую проводит. Он рекомендует при поражениях бисмут-1, бисмут-2 отдавать предпочтение эндоскопическому методу, а при поражениях уровня 3-4 все-таки больше антиградному. И обосновывает это большим процентом технического успеха при антиградном методе, при этом подчеркивая одинаковое количество осложнений и одинаковую продолжительность жизни этих пациентов. В связи с чем кажется логичным, при более высоком уровне технического успеха, эндоскопического, целесообразно применение в том числе и эндоскопического метода. И первые такие наши данные, наши работы позволяют сделать выводы о том, что эндоскопическое стентирование также является эффективным методом билярной декомпрессии при опухле Клацкина. В целом же стентирование при максимальной билярной обструкции является совмешательством высокой категории сложностей и зависит, конечно же, и от опыта специалистов, и от наличия соответствующего оборудования, и от грамотного введения пациентов до и послеоперационного периода, что возможно в специализированных крупных центрах. В целом же способ выбора метода билярной декомпрессии, антиградной или ретроградной, должен выбираться от его степени доступности и освоенности в каждом конкретном лечебном учреждении. Спасибо за внимание. Спасибо за очень интересный опыт, представленный, уникальный, с такими результатами. Только один вопрос. Есть у аудитории? Нет вопросов. Спасибо.